Столетие Тарасова Татьяна Тарасова говорила в Думе, что не ценили при жизни Анатолия Тарасова Это чувствовалось, что тогда было такое забвение, а сейчас наоборот бум Ну, ты знаешь, это был период какой-то, может быть, в 80-х, когда он был в тени официальной информации Потом в зиме, а на стороне было три кнопки на телевизоре и пять газет Поэтому было, в принципе, просто человека немножко задвинуть не очень, который нравился Ну, я думаю, что у нас в 60-х он просто был мега-звезда Потому что я так понимаю, что и вот Золотая Шайба, которую я сейчас занимаюсь, получил такой старт крутой Потому что именно он мог любые двери открывать и ради вот этой своей идеи требовать, просить, добиваться всего А насколько вот этот бум случился после легенды номер 17, который меньше великолепно сыграл Потому что для широкой публики вот именно такие фильмы, особенно очень рейтинговые, получаются прорывом Ну, да, наверное, это большую роль сыграло, конечно, потому что просто много детей, много... Я даже встречал, в принципе, взрослых людей, которые, вот, кто попал, вот, скажем, там, в взрослении, вот, на эти, там, 80-е годы, да Особо и не слышал ничего То есть там, да, они знают Тихонов, они знают, там, ну, хоккеистов А вот это какая-то эпоха как бы у них как-то выпала из сознания Естественно, здорово, что этот фильм есть, что он вышел тогда И, в принципе, сейчас, мне кажется, он уже такой массив для всех детей, которых в хоккей приводят То есть они все вот это вот... Мотивационные хорошие Да Вы были в Миннесоте тогда, да, когда там Тарасов в Луаре В Миннесоте и в Колорадо В Колорадо, да Я говорю к тому, что в Северной Америке очень хорошо знают Тарасова И именно он единственный тренер, который ведет за славой Я жму только он, нет других А, потому что здесь вопрос такой, мне кажется, что он веден за славой Не за количество медалей, там, и побед, которые, тем более в Америке, им они вообще до лампочки Потому что, ну, можно там Олимпиады считать, ну, они не во всех чемпионатах мира участвовали в те времена Просто, мне кажется, именно они оценили его вклад как бы в какую-то вот инновацию, понимаешь, в хоккей, в тренировочный процесс Вот эти все вещи, потому что я считаю, ну, и как бы с ними согласен, да Что вот это его основная, как бы основа его величия Не то, что он там, сколько он выиграл или сколько проиграл, ну, в основном выиграл Потому что, ну, в теории это можно как-то перебить там И я не знаю, я с Виктором Васильевичем там не сравнивал, но не в этом дело И там, допустим, люди говорят, вот есть Аркадий Иванович, да, который главный, там, старший, вот эта вся история Как бы кто там, на кого записывать, не в этом дело Дело в том, что он, уйдя с тренировки, он продолжал заниматься хоккеем, он писал, он занимался детьми, он придумал новые упражнения И эти все методики, которые действительно в Северной Америке, ну, в отличие от, может быть, знаешь, как нет пророка в своем Отечестве То есть у нас, вот я дарю людям книгу Тарасова, люди скажут спасибо и поставили на полку, понимаешь А в Америке совсем другая ситуация, то есть люди ее читали И видно, и когда я был на этой церемонии, кстати, других ребят там, владелец за славу американский И они говорят, да у нас там колени все разбиты на этих вот его упражнениях И это было настолько поразительно для меня и трогательно В общем, я общаюсь с Лоу Айро, ну, как бы мы дружим, и он с ним дружил, да И был как бы первым вот этим его американским таким последователем И он действительно говорит, что они всю систему подготовки вот эту, которая у них уже, наверное, там, ну, 30 лет Она такая долгоиграющая в стратегии развития именно детского хоккея Которая сейчас дает результаты, потому что вспомнил 20 лет назад американцы были, ну, там Мы на них смотрели, как там на сборной Италии, то есть вот такая вот история А сейчас это вполне конкурентоспособная федерация, ну, что говорить И во многом основана именно на Тарасовских вот каких-то придумках, на Тарасовских методиках Ну, естественно, каждый должен это как-то по себе адаптировать А как вы думаете, почему как раз вот в этой продолжении темы Почему именно вот сейчас, именно в этот год начинают появляться вот эти статьи Так, типа, Тарасов это как Захаркин прибылькой, как он никто, распиаренный фигурой, это странное мнение Ну, я не знаю, это я имею в виду одна только единственная статья, которую мы все прочитали Мне кажется, там на Sports.ru какой-то кризис жанра, и просто людям надо как-то хипануть, мне так кажется То есть, ну, понимаешь, всегда можно найти разные профессии А не просто угол, исказили угол совсем? Ну, знаешь, я стараюсь на это не обращать внимания То есть, я вижу, как бы, есть мировое признание, есть общественное мнение как бы специалистов по многих странах И, в принципе, ну, пускай каждый при своем остается, если он так считает Я считаю, что, понимаете, меня даже не столько расстроил как бы смысл статьи, сколько тонн Потому что, ну, можно свое мнение, на мой взгляд, как-то уважительно высказывать Особенно о людях, которых нет, которые не могут ответить Ну, так, немножко было перебор Кстати, Динамовцы тоже обиделись после легенды мультинации, Акадий Ивановича нет, как бы Сначала не молча, и потом все громче, громче, громче Не уповая на то, что Тарасов тренер, а Акадий Иванович старт Я вам скажу, значит, смотрите, все на самом деле зависит от многих факторов Но, когда мне говорят, вот почему мы открываем понедельник перед ЦСКА памятник Тарасова А где памятник Чернышова, а где памятник тому Пожалуйста, есть люди, вам нравится статья Динамовцы Потому что, ну, нет проблем То есть, к сожалению, в нашей стране, что касается памятника, что касается мемориальной доски, что касается любого Я с золотой шайбой издаю книги, там, фотоальбомы, я Если не будет меня, если не будет Татьяна Анатольевна, которая, ну, является локомотивом, так сказать, вот этого, ну, так сказать, увековечения памяти отца Для нее это важно, ну, для меня это важно, для нас, для всех это важно И тогда, может быть, это тоже не будет ничего Спасибо всем тем, кто помогает, кто поддерживает и, так сказать, в эти ряды с нами встает Но, все равно, первый шаг должен быть, к сожалению, у нас так общество устроено У нас, как бы, если никто, ну, не будет, не даст импульс, да, никто и не почистит Поэтому, вот здесь я очень рад, например, вот здесь вообще мы ни при чем Сто процентов Меня пригласили в качестве гостя, бросить шайбу И я счастлив видеть, что люди, ну, как бы, тратят силы, организуют такую вещь Я вижу этих игроков, которыми мы наслаждались там 20-30 лет назад И сейчас мы можем опять насладиться их игрой Это фантастическая история И я очень рад, что, так сказать, мы, они помнят своего тренера, да, потому что даже Самые молодые из них, у нас есть хроника, где Паша Буре Такой вот пацан, значит, где-то с ЦСКА на тренировки Там видно Тарасов, который приходил уже не будучи ни тренером, ни кем Да, все равно к детям, там, ну, с какой-то периодичностью посмотреть, как они и что И вот там есть Буре и Тарасов, то есть, которому, я не знаю, там, в этот момент, может быть, там, ну, уже 70 лет Для молодых, вот, которые посмотрят это видео, напомните, почему уникально, опять же, 54 года убрали из сборной такого большого человека Что там было? В чем интрига? Ну, смотрите, во-первых, ну, у нас ничего никогда не меняется, все повторяется Старка убрали, да, все повторяется То есть, все повторяется, так или иначе, да, значит, Тарасов неудобный человек был всю жизнь для всех Для начальства, потому что он не терпел дилетантов, которые ему начинали советовать, что делать Это проявлялось еще, ну, так сказать, может быть, так сказать, какие-то корни там, да, самые отдаленные Его там конфликт с Васей Сталином Это вообще сорок, там, такой год, восьмой, там, уже седьмой Это его, допустим, какие-то такие непростые отношения с Селдом Михайловичем Бобровым, который выдающийся игрок Но он не считал, что, как тренер, он там, так сказать, может ему указывать, что делать Хотя, как игрок, он для него был, как бы, выдающийся, великолепный Дальше, история вот с этим матчем Брежнев, когда был Ложжи, велел и ждал, значит, когда игра начнется То есть, он считал, что он, так сказать, прав и хоккей для него на первом месте И, ну, и последняя эта история, там, с 72-м годом, с Саппора Когда, ну, наши уже выиграли первое место И чехами отдали Надо было чехам отдать, да, такую, как бы, ну, им немножко посластить 68-й год, когда наши танки в Праге Это реально был приказ отдать им матч? Ну, слушайте, ну, я не видел Как это было сделано, так сказать, там, ну, формально, мы не знаем, там, кто-то говорит, что он написал заявление Пускай им сказали, ну, напишите там, как бы, надо А потом, как бы, они, ну, сделали И им сказали, ну, ребята, вы же не заявляю, не писали, все, до свидания Ну, как бы, вот так Потому что это, конечно, небывалый случай Ну, как небывалый, это все время повторяется у нас каждый раз Не бывало, никогда такого не было И вот опять, когда человек, выигравший, все на свете Один и второй, вдруг, оказывается, не нужны Есть еще конспирологическая теория Канадцы, значит, так долго не соглашались на эту суперсирию Пока был Тарасов Чедышевым И там уже через какие-то, там уже, не шпионская какая-то история Значит, пытались, как-то, значит, вот, ну, с помощью какого-то своего влияния И вот тут убрать Потому что, ну, есть такой факт, вот, если вы посмотрите Этот матч в 68-м, в 69-м году с «Спартаком» Когда, ну, с него сняли звание заслуженного То есть, ну, фактически на волоске уже карьера висела Я думаю, что он переживал, потому что вот Татьяна рассказывает, что он там, ну, прям, ну, рыдал И все, здесь не в звании же дело, а в профессии То есть, он понимал, что это может быть все И он дальше уже идет, так сказать, ну, в золотую шайбу на 100% Вот Судил этот матч Да, Антон из Питера, из Ленинграда второй парень был Да, который потом стал представителем СССР в ВХФ Пара последних вопросов Первый вопрос, он очень гипотетический, очень Мнение интересное ваше Если бы Тарасов с Ченышевым вывели сборную СССР на Суперсерию, мы бы ее могли выиграть? Сто процентов Не пошло, ты сказал У меня, это сто процентов У меня есть, я сделал фотоальбом, я вам потом покажу Значит, я собрал, ну, постарался, так сказать, с кем он мог связаться От разных людей, какой-то от Тарасовой, там, ну, пару строчек У меня есть грецкий, из Позита, мне прислали свои, значит, соображения Из Позита написал, что если бы Тарасов был, руководил бы сборной, то в 72-м году выиграли бы Руссерию И я с этим полностью согласен, вы знаете, не хватило, почему, одну шайбу Ну, вот тот момент, например, мотивация, когда три матча подряд проиграли Я не помню, чтобы, допустим, такое было при Тарасове, или при Тарасове через шой, чтобы команда подряд могла проиграть Дома Ну да Ну и Фирсову нельзя, и вот так шайбу смогли И последнее, если опять же такой же гипотетический вопрос Его обожали все на Америке, он мог бы теоретически работать в Инхайл, если бы отпустили? Я знаю, что у него были такие предложения А какие клубы? Ну, я сейчас не помню, может быть, не Рейнджерс, но это так, как бы, я не могу точно утверждать Ну, сто процентов, что, ну, если игрокам предлагали, почему бы предложить в Инхайл? Ну да, понятно Да, но... По характеру согласился бы на авантюру такую? Понимаю, в чем дело, ну, немножко другое время Понимаешь, что он все-таки был человек абсолютно преданный и убежденный, как бы, в системе, да, советской То есть, я не имею в виду, советский хоккей, а советский струк То есть, он был искренний в этом И поэтому, что касается его профессиональных качеств, я не сомневаюсь, что он мог бы работать И там, и я удивлен, что Александр Александрович сейчас, он в интервью сказал Я думаю, что Тарасов мог бы руководить командой КХЛ Ну, это, ну, как бы, ну, я очень, как-то вот так, мне это было странно Конечно, он бы мог, ну, вот Но, просто, по самой ситуации, да, вот там, типа, коммунист Тарасов уезжает тренировать, там, в Америку клуб за большие деньги Он это, как бы, ну, это никак не вязалось, понимаете Политикам У меня все, Влад, есть вопросы? Нет Спасибо большое, очень интересный тур, поздравляем с грядущей большой дар Спасибо Спасибо